Собственно, да, великая теорема-фирма при n равно 3. Вот. Сегодня мы будем ее доказывать. Какие-то небольшие проверки, может быть, я, то есть не может быть, а точно совершенно предоставить на дом. Значит, сейчас нужно сверить немножко часы. Сверить часы. Вы в основном, ну, поднимите руку, кто учится на, значит, как это называется, филиал математического факультета, да? Ага. Вот. И тут я как бы позволю себе предполагать, что, в общем, вы знаете, что такое кольцо. Это правильно? Кольцо, да? Ну, типа целые числа, да? То есть система чисел, в которой можно складывать, вычитать и умножать. Но делить не всегда. И в этом как бы вся соль в том, что делить не всегда. Потому что если не всегда делится, то возникает содержательная теория делимости, да? Если бы всегда делилась, но вот в полях, там, в действительных числах каких-нибудь, комплексных, рациональных числах, нет никакой теории делимости. Какая там может быть теория делимости? Только на ноль не надо делить. Вот и вся теория делимости. А в кольцах возникает нетривиальная теория делимости. Что-то на что-то делится, что-то на что-то не делится. Ну и, соответственно, я исхожу из определения... А зачем я это все убрал? Можно здесь же, да? Исхожу из определения, фундаментальное определение, что а делится на b в том и таком случае, когда... Кто продолжит? Существует c, такое, что b умножить на c равно a, совершенно верно. Вот. Ну и можно, соответственно, продолжать. В целых числах, если мы продолжаем, мы вводим понятие делителя, да? Делитель 3, делитель 6, там. Вот. И дальше мы вводим понятие простых чисел. Правильно? Простых чисел. Значит, простые числа, которые делятся только на себя и на единицу. Но здесь нужна некоторая корректировка. В целых числах простые числа — это не те, которые делятся на себя и на единицу, а какие? Еще плюс-минус, да. Которые делятся на себя, на единицу, на минус-единицу, минус себя. Вот. 4 делителя должно быть. Дальше мы переходим к анализу делимости более содержательному, как правило. Мы начинаем изучать разложение на множители. То есть мы берем число какое-нибудь, например, возьмем число 100. Заметим, что оно равно 2 умножить на 50, да? Но это еще не все. Оно равно 2 умножить на 50, но это еще не разложение, потому что можно 50 дальше раскладывать, да? То есть 2 уже простое число, 50 еще не простое. Мы раскладываем дальше. Получается, в конце концов, дважды дважды 5 и 5. Правильно? И может еще получиться, например, минус 2 умножить на 5, умножить на минус 5, умножить на 2. Это тоже будет 100. Лишний нолик написал. И мы не испытываем от этого чувства дискомфорта, да? Мы не испытываем. Мы считаем, что это то же самое разложение, что и стандартное дважды дважды 5 и 5, которое мы вообще потом научимся в таком виде, естественно, записывать. То есть мы не считаем это новым разложением, потому что, с одной стороны, тут изменен просто порядок множителей, а с другой стороны, добавлены минус единицы, которые на делимость никак не влияют. Если число делится на 2, то оно делится на минус 2. Четные числа делятся и на 2, и на минус 2. Числа, делящиеся на 3, делятся одновременно на минус 3. То есть здесь получается такая эквивалентность, равносильность утверждения, что ты делишься на 3, и ты делишься на минус 3. И поэтому вообще вот эти вот числа, p и минус p, мы не различаем с точки зрения делимости. Это как бы одно и то же простое число. Мы не говорим, что число 7 и число минус 7 разные. Мы их отождествляем. Можно даже чисто формально провести отождествление по принципу классов эквивалентности и все такое. Теперь смотрите, зачем я все это говорю? Это все было в целых числах. Ну и в целых числах можно решать разные уравнения. С момента возникновения математики 3000 лет назад, может даже больше, люди решали уравнения и часто начинали с того, что решали именно в целых числах. Скажем, вот такое уравнение, а квадрат плюс b квадрат равно c квадрат. Которое задает прямоугольные треугольники с целыми сторонами. Оно решалось очень давно. Формальное какое-то рассуждение, похожее на доказательство, провел впервые, видимо, Пифагор. Но до этого какие-то, видимо, они тоже использовали приемы, потому что формула была известна еще 3000 лет назад. Как это решается? Ну я так напомню быстро, что там после сокращения на общие множители возникает ситуация, что одно из чисел тут нечетно, а другое четно. Давайте наоборот, это четно, это нечетно. И это обязательно нечетно. И дальше мы переносили вот это направо. И получалось вот такое вот выражение. Потом помню, что а четно мы делили на 2, возводили в квадрат. И тут тоже по двоечке добавляю знаменатели, не теряя целочисленности, потому что разница и сумма двух нечетных чисел, это число четное. И дальше мы пользовались ключевым. Вот дальше мы применяли ключевое утверждение. Мы применяли основную теорему арифметики, из которой следует, что если слева квадрат, то в произведении двух взаимопростых должно быть каждый из них тоже квадратом. Ну и дальше завершали доказательства. Это такой краткий экскурс, конечно, без деталей. Если бы с деталями даже вот сейчас, ну чтобы восстановить деталях даже для студентов матфака, все-таки потребовалось бы минут 10 там напоминаний каких-то. Но мы-то будем решать не это уравнение, а на это уравнение жалко тратить целую лекцию. При всем желании не получится его на целую лекцию размусолить. Если только не перечислять все виды доказательств этого утверждения, да, тогда можно, для школьников особенно у меня есть такая лекция, там сказка о тройках называется. Это три доказательства, три основных доказательства, ну три основных как бы вывода формулы для пифагоровых тройек. Мы пойдем в более серьезные дела. Мы это уравнение вслед за фирма обобщаем. Ну ближайшее обобщение, оно стоит то, что А в кубе плюс Б в кубе равно С в кубе, правда? Ну а что вообще такое великая теорема фирма? Наверное, все знают, да? Поднимите руку, кто знает формулировку. Да, все хорошо. То есть утверждение стоит том, что А в н плюс Б в н равно С в н уравнение неразрешимое в натуральных числах при n больше двух. Это и есть великая теорема фирма. При n равно 2, как я уже сказал, не просто разрешимо, а там целое семейство решений, а вот начиная с трех неразрешимо. И это было вот у фирма, когда он читал труды Диафанта Александрийского. Читал и комментировал на полях, и на полях оставил такую запись. Значит, когда у Диафанта Александрийского подробно имеется вывод вот этого вот решения, рукой фирма написано, в то же время нельзя разложить куб в сумму двух кубов, четвертую степень в сумму двух четвертых степеней, и вообще никакую n степень в виде суммы двух таких же степеней. Я нашел этому поистине удивительное доказательство, но поля этой книги слишком узки, чтобы его вместить. Дальше историки математики говорят, что у того издания поля были на самом деле очень широкие. То есть если бы было желание и было бы действительно какое-то такое быстрое и легкое доказательство, наверное, он бы его вместил. Может быть, он имел идею доказательства в голове. Но в общем, никто на самом деле не знает, что он имел в виду. Если честно, до сих пор никто не знает. Математики Земли более-менее поголовно сходятся в мысли, что он ошибался, считая, что ему известно доказательство этой теоремы. Потому что доказательство этой теоремы содержит 400 страниц сложнейшей современной математики, основанной на эллиптических кривых. Может быть, кто-то помнит, я приезжал с такой лекцией пару лет назад, но не про великую теорему Ферма, конечно, а про введение в эллиптические кривые. И вот там, значит, не введение, а там выведение, причем такое, что там ничего нельзя понять. 400 страниц. И, конечно, Ферма это доказательство знать не мог в принципе, но знал ли он какое-то тривиальное доказательство, которое мы не можем найти? Ну, как бы, это было бы очень обидно для нас, поэтому мы считаем, что он его не знал. Но на небесах узнаем потом. Может быть, не очень скоро, да? Надеется. Вот. Так, но, тем не менее, при очень многих начальных показателях, это было вычислено, в течение 19 века довели до 100, вот этот показатель n. Ну и особое внимание здесь именно простым показателям, потому что, смотрите, у меня есть какое-то n. Ну, есть два варианта таких, логических варианта. Либо n — это степень двойки просто, либо у него есть хотя бы один нечетный простой делитель. Ну, понятно, да? То есть, либо у n нет никаких вообще простых делителей, кроме двойки, тогда это степень двойки. Либо хоть один есть, тогда мы запишем в виде там r умножить на s. Ну, в этом случае, доказав, и вот это простое, да? И доказав про нечетное простое, мы сразу в качестве вывода, да, сделаем, что и для n тоже верно, потому что если бы был вот такой контрпример, то он же записывается в виде a, значит, a в степени s в степени r плюс b в степени s в степени r равно c в степени s в степени r. И, значит, если мы уже доказали для r, что таких примеров не существует, то автоматом, строго логически, их не существует и для n, которая кратная r. Просто в силу того, что вот, пожалуйста, иначе был бы пример. Вот. Поэтому доказывать надо либо для четверки, вот в этом случае все сводится к четверке, да, то есть a в четвертой плюс b в четвертой равно c в четвертой. Ну и дальше, как бы, когда мы справимся с четверкой, то мы занимаемся просто простыми, нечетными числами обычными 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 и так далее. С четверки справился сам фирма, а это совершенно подтверждено. Он оставил доказательства, очень красивое доказательство, пользующееся формулой пифагоровых троек несколько раз. И такой, как бы, называется бесконечный спуск. Бесконечный спуск означает следующее, что я предполагаю существование решения и доказываю, что существует и меньшее тоже решение, ну, например, все три числа будут попарно меньше друг другу, или старшее число будет уменьшено, и тоже положительное, тоже целое, да. То есть мы, как бы, исходя из того, что какое-то решение есть, выводим логически, что есть и меньшее него, но нельзя бесконечно продолжать процесс уменьшать целые положительные числа. Вы упираетесь в ноль. А значит, ну, исходное предположение, очевидно, было неверным. Если можно вывести из существования одного решения всегда существование какого-то меньшего, то, значит, решения быть не может. Это изобрел фирма. Это метод, называется метод бесконечного спуска. Его изобрел фирма. Почему я его упомянул? А потому что здесь будет тоже некоторая разновидность такого метода. Разновидность метода бесконечного спуска, но уже не в размере чисел, а в некоторой другой характеристике. Вот. Но он на самом деле метод бесконечного спуска применял к уравнению а в четвертый плюс b в четвертый равно c квадрат. То есть он доказал большее, что сумма двух четвертых степеней не может быть квадратом. Из этого, естественно, следует, что и четвертой степени тоже не может быть, потому что любая четвертая степень – это квадрат. И вот это вот про это вот то, что не может быть квадратом, он вывел через бесконечный спуск. Ну вот, это такие некие намеки. Вот то, что я сейчас рассказал. Это некие намеки, как нам надо поступать при решении задачи с n равно 3. Что надо пользоваться там какими-то свойствами делимости, надо там логически выводить существование каких-то меньших решений и все такое. Ну, а теперь давайте приступим. Вот у меня написано такое уравнение. Я могу про вот эту левую часть разложить на множители, да? Как это будет выглядеть? Ну, так. Плюс b квадрат, да? Равно c в кубе. Дальше. Вроде как можно, ну, понятно, если у них общий множитель какой-то есть простой, например, у пары b и c есть простой общий множитель, скажем, семерка, то а тоже должно делиться на 7, иначе будет противоречие, да? У нас не… Если бы не делилось на 7, прибавили делилось на 7, получилось делилось на 7, не бывает. Значит, если у какой-то пары есть общий простой делитель, то и у третьего числа есть. А тогда это все сразу можно на… ну, на этот вот 7 в кубе сокращать. Ну, или на p в кубе в общем случае. То есть идея следующая. Если есть какое-то ненулевое решение, то тогда есть решение с попарно взаимно простыми abc. Это первое как бы, да, утверждение. Согласны, да? Значит, мы можем изначально сразу предполагать, что на самом деле abc взаимно простой. Дальше производится некоторый анализ вот этих двух выражений, и при определенных условиях получается, что они тоже должны быть взаимно просты или иметь общий делитель 3. Но дальше, да, но после этого как бы довольно быстро действительно можно записать a плюс b равно что-то в кубе, и вот это тоже равно что-то в кубе по принципу, о котором я чуть позже скажу более подробно. Принципу основной теоремы арифметики, что если произведение нескольких взаимно простых равно какой-то степени, то каждая равно соответствующей степени. Это выводится из основной теоремы арифметики. Ну, в общем, не доканывается таким образом ничего. Эйлер пытался так сделать, и первый пришел к необходимости рассматривать некие новые числа, новую систему чисел. Но он на самом деле провел рассуждение достаточно ущербно. Он допустил в своем построении одну ошибку, и это совершенно невероятно, потому что вообще в трудах Эйлера ошибок не было. То есть это вот, можно сказать, едва ли не единственная за всю его жизнь ошибка в математике, которую он допустил. Ну, потом мне написали какие-то такие очень серьезные книжные черви математические, что у Эйлера было там три ошибки за всю жизнь, и это одна из них. Но все равно, да, представляете, жизнь там длиной в 70 лет, полная математики, и за нее, за это время, из того, что он опубликовал, он три раза ошибся. То есть это как бы уровень, на который нужно равняться. Вот, ну и дальше на самом деле, вот дальше через 100 лет полностью вылезал доказательство Эйлера Эйзенштейн. Ну и в общем, как бы до сих пор считается так, что Эйлер как бы это доказал, но Эйзенштейн подправил. То есть считается, что до сих пор как бы Эйлеру это простили, что на самом деле это он придумал все основные этапы доказательства того, что такого нельзя достичь при натуральных АБЦ, все основные этапы все-таки принадлежат Эйлеру. Но это как недавно, да, знаете, что когда Перельман доказал гипотезу Панкаре, возникли какие-то китайцы, которые начали утверждать, что на самом деле там доказательства полно шероховатостей, да, и нужно вот тут и тут и тут и тут, а потом, знаешь, некая неумолимая комиссия сказала, что да, уважаемые китайские ученые правы, но эти все переходы Перельман, будучи гением, безусловно подразумевал, потому что они довольно простые. То есть ну как бы ясно, что он просто, ну чтобы не растягивать текст еще до тысяч страниц, он просто как бы вот эти простые переходы, просто он как бы скипнул. Чего, кстати, не скажешь про доказательства гипотезы АБЦ, выполненная в 13-м году, якобы выполненная тем самым Машизуки, да, Машизуки. В нем как раз нашли пробел в 18-м году, который назвали тяжелым и неустранимым на данный момент, ну и до сих пор как бы вот АБЦ, гипотеза не доказана, не доказана. Вот, ну так продолжим. Что же нам надо сделать? Нам бы хотелось вот это тоже разложить на множители. Очень хотелось бы. Но для этого надо залезать, понятно, в комплексные числа, потому что в числах обычных, вещественных, даже вещественных, не говоря уже о целых, нельзя разложить это на множители. Дискриминант у соответствующего квадратного уравнения будет отрицательный. И вроде как корень не извлекается. Но в комплексных числах вы знаете, что корни прекрасно извлекаются. Поэтому давайте разложим это на множители в комплексных числах. Для этого мы вот сейчас просто поймем, что нам надо. Вот у меня есть единица. И тройка намекает на то, что надо рассмотреть, попробовать корень кубический из единицы, который мы назовем омега. Вот такая картиночка. Ну вы знаете, что из любого комплексного числа, не нулевого, n-кратно извлекается корень, и они все по окружности стоят на равных промежутках, образуют правильный многоугольник корней. Но если извлечь из единицы корни третьей степени, у меня получится три корня, стоящие в вершинах равностороннего треугольника. То есть это угол 120, это тоже 120, и это тоже 120. И вот эта-то как раз вот величина нам и нужна. Она называется омега, она равна, естественно, минус 1 плюс i корней из трех пополам, что следует там из стандартных косинусов всяких там 30-60 градусов, да, то есть это легко вывести. Чему она равна? Ну и мы пишем теперь так. а плюс b умножить на а плюс b омега умножить на а плюс b омега квадрат равно c в кубе. Вот так пишем. Так? Давайте проверим, что действительно вот это вот, если раскрыть скобки, получится как раз наш неполный квадрат разности. а квадрат виден. Почему это b квадрат? Потому что омега умножить на омега квадрат это омега в кубе, она равна единице, да? А здесь а, b умножается на омега плюс омега квадрат. Почему это минус единица? Почему омега плюс омега квадрат это минус единица? Ну, вроде как из картинки очевидно, да? Равносторонний треугольник, там вы его туда продолжаете, вот вам минус единица, сумма, да, двух векторов. Но вообще сумма вот такая, когда вы берете сумму корней иенной степени из единицы, она всегда равна нулю, потому что вроде как картина очень симметричная, если его повернуть чуток, сумма не изменится, а должна измениться, если была не нулевая. Вот, то есть как бы так, из очевидных соображений, должно быть, что омега плюс омега квадрат равно минус единице. И в результате мы, конечно, просто разложили вот это выражение дальше. Это дает нам гораздо большую свободу действий, потому что теперь, если мы проведем все необходимые рассуждения, связанные с основной теоремой арифметики, где-то там, где еще мы сейчас подумаем, то у меня уже очень богатая тут почва. У меня все три будут равны кубам. Когда три вот таких вот выражения равны кубам, есть надежда на то, что из этого что-то можно вывести. Но, ребята, дьявол в деталях. Вот, грубо, я уже рассказал вам доказательства, но теперь мы будем заниматься этими деталями, чтобы довести его до ума. Делается именно так, как я говорю, но для того, чтобы это сделать, нам потребуется очень-очень много дополнительной информации про так называемые числа Эйзенштейна. Вы меня спросите, а зачем вообще нам числа Эйзенштейна, если мы прекрасно знаем обычные комплексные числа? Давайте в них и работать. Кто мне ответит, почему нельзя в них работать? Ну, точнее, почему это неплодотворно? Как куб? Ну да, то есть куб, как бы сказать, вот это утверждение, что произведение трех равно кубу, и тогда каждый из них куб, оно связано с теорией делимости в каких-то кольцах. А как я уже сказал, в полях это все бессмысленно. Комплексные числа все вместе, вся вот плоскость, образуют поле, там все на все делится. И совершенно непонятно, как извлекать какие-то выводы. Ну, мало ли что, что-то там… Да, в любом случае, каждый из них равен кубу какого-то комплексного числа. Мы знаем, что все комплексные числа — это кубы. Да, то есть это как бы не даст нам никаких бонусов. Поэтому надо работать в каком-то кольце, а не в поле. Но в целых числах мы тоже не можем работать, потому что, извините, омега не в целых числах живет. Омега вообще комплексная, да? В нем мнимая часть есть, нетривиальная. Но даже если вместо омеги стоял корень из двух, все равно мы бы работали в кольце уже, да? Потому что уже корень из двух уже не лежит в целых числах. То есть мы явно должны расширить как-то целые числа, чтобы в него включить вот эту омега. Вот давайте поставим такую задачу. У нас задача стоит в том, чтобы построить кольцо, которое построено на основе целых чисел, но при этом в нем есть омега. То есть в нем должны быть как все целые числа, так и омега. Кольцо — это мы будем искать внутри комплексных чисел. Но на самом деле даже я мог бы это не писать. Я сейчас буду искать самое маленькое по включению кольцо, которое содержит все целые числа, и омегу. Вот такая задача, да? Теоретика — множественная задача. Найти кольцо, которое содержит все целые числа, а также омегу. Самое маленькое из всех. Ну, кажется странной, да? Задача вроде не понятна, как ее решать. Но если подумать, окажется, что она достаточно простая. То есть смотрите, ну, например, если есть омега, то есть и 2 омега, да? Потому что кольцо должно включать сложение, а также умножение на целое число 2, да? Ну и как бы сразу просто могу сказать, что вот любое выражение вида x плюс y омега, где x и y целые числа, внутри нашего кольца обязаны быть. Потому что кольцо должно допускать беспрепятственное умножение, вычитание и деление, ой, и умножение, что я пропустил? Сложение пропустил. Беспрепятственно допускать сложение, да, вычитание и умножение. Ну, это означает, что раз у меня есть целое число y и новое число омега, то можно их умножить. Раз есть еще одно целое число x, то можно сложить это выражение. То есть, по крайней мере, внутри z омега содержатся все такие выражения, где x и y целые. Я утверждаю, что это и есть то самое кольцо, которое я ищу. То есть я утверждаю, что больше никуда не придется расширяться, что больше чисел нам никаких не нужно брать, рассмотрение, потому что просто вот эти уже образуют кольцо. Вот утверждение состоит в том, что вот эти числа уже образуют кольцо. Понятно, что тогда оно и будет минимальным, которое нам нужно, потому что меньше некуда все такие числа в любом кольце, содержащем z и омегу, должны быть. А больше не надо, потому что мы же ищем минимальное, но вот, значит, вот оно и есть. Ну, тут понятно, наверное, что сложение и вычитание никуда не уводят, да, то есть если я взял два числа такого вида, скажем, там взял 2 минус омега и 1 плюс 3 омега, сложил, вычел, ну, понятно, что все время получается число ровно такой же формы, целое плюс целое на омега. А что с умножением? Что будет с умножением? Вот если я возьму и умножу два таких числа, скажем, 1 плюс 3 омега умножил на 1 минус омега. Давайте просто попробуем понять, что у меня произойдет. У меня единица, у меня плюс 3 омега, у меня минус омега и минус 3 омега квадрат. Как-то кажется, что мы вышли за пределы системы, или не вышли? Не вышли, потому что вот отсюда следует, ну, или прямо из картинки, что омега квадрат, на самом деле, это минус 1 плюс омега. Вот здесь видно, что 1 плюс омега это под 60 градусов, вот минус 1 и вот еще, соответственно, минус омега, вот у меня они все. Омега квадрат, соответственно, равно минус 1 минус омега, и поэтому, в общем-то, здесь написано 1 плюс 3 омега минус омега плюс 3 плюс 3 омега и окончательно 4 плюс 5 омега того же самого типа. Все. Сложение таких чисел, вычитание таких чисел и перемножение таких чисел за предел таких чисел не выводит. Значит, это кольцо, и можно в нем работать. Работаем? Работаем. Следующая наша задача это доказать, ну, я не буду ее доказывать, тем не менее, но я скажу пару слов, как это доказывается, основную теорему арифметики в z от омега. То есть пройти всю дорогу, которую мы ходили в целых числах, а также, кстати, в многочленах, знаете, что есть такое кольцо многочленов, да, и любой многочлен тоже раскладывается единственным образом в произведении неприводимых, ну и там единственность с точки зрения до кого? До домножения на коэффициент начальный. Вот. И вот нам осталось только понять, как бы до чего здесь, с точностью до чего у нас все работает здесь. В целых числах у нас все до домножения на минус 1, в многочленах домножения на скаляры, да, на скаляры, не нулевые скаляры. А здесь что? Здесь что служит вот этим аналогом, да? Для того, чтобы это понять, надо вообще понять, какую роль в кольце играют вот эти вот числа, с точностью до которых все определяется. Скажем, что такое числа 1 и минус 1 в целых числах? Как их как бы охарактеризовать, чтобы стало понятно, почему они вот такие, что мы их не замечаем, когда занимаемся делимостью? Как можно их выделить каким-нибудь признаком? Один это нейтральный элемент по умножению, но в данном случае что нам важно вот с точки зрения целых чисел? Да. Они называются обратимые и обладают тем свойством, что любой элемент делится на них обоих. Любое целое число делится на 1, любое целое число делится на минус 1. Других целых чисел, на которые бы делились все остальные целые числа, очевидно, не существует. Соответственно, вот эти два обратимых и они образуют то, что называется группа. Группа, тоже, наверное, вам знакомый термин, да? Группа по умножению. 1 умножить на 1 равно 1, 1 на минус 1 равно минус 1, минус 1 на минус 1 равно 1. Перейдем к скалярам в кольце многочленов. Каким свойством обладает скаляра в кольце многочленов? Не нулевые. Не меняют степень многочлена. Не меняют степень многочлена. А с точки зрения делимости? Делится любой многочлен на любой скаляр. Точка. На любой ненулевой скаляр. Опять, да, мы возвращаемся к чему? Что такое скаляры? Это на самом деле обратимые элементы в кольце многочленов. Это те элементы, на которые делится любой многочлен. Ну и при перемножении скаляры образуют группу по умножению. Вот, группа обратимых элементов. На самом деле просто это вещественные числа, ну или точки поля, да, кроме нуля. Ну и здесь нам нужно, соответственно, просто найти все обратимые. Итак, задача номер ноль, так сказать, задача номер ноль найти все обратимые числа Эйзенштейна. Да, я прошу прощения, забыл сказать. Это называется кольцо Эйзенштейна или кольцо чисел Эйзенштейна. Собственно, он их ввел, и он спас доказательства Эйлера с помощью них. А знаете, какие числа Эйлер рассматривал? Он рассматривал числа вида х плюс у корней из минус 3. А ущербность этих чисел состоит в том, что 2х2 равно 1 плюс корень из минус 3. На 1 минус корень из минус 3. А та не выполнена. Основная терема арифметики здесь не выполняется в них. Так-то вот, да? Так-то вот. А как же спас это Эйзенштейн? А он говорит, фигня, война. Вот это и это, они, значит, относительно друг друга ассоциированы, потому что отношение их друг к другу обратимо. Это же и есть омега. То есть, смотрите, Эйзенштейн говорит, в моей системе чисел это одно и то же разложение. Хоть оно и очень странно выглядит, но мы привыкли одно и то же разложение. Минус 3 на минус 7 равно 3х7. А как может быть, что 2х2 равно 1 плюс корень из 3 на 1 минус корень из 3? Как может быть, что это одно и то же разложение? А вот как. Оказывается, что на самом деле я просто домножил разложение дважды 2, домножил на омегу и на омегу в минус 1, то есть омегу квадрат, которая равна минус 1 минус омега. И это как раз равно этому, это равно вот этому. Ну, я домножил на обратимые, поэтому ничего не меняется. Когда я домножаю на обратимые, ничего не меняется. Вот. Так что Эйлер вот здесь, это вот маленькая-маленькая ошибка. произошла у него, но Эйсенштейн ее исправил. Ну и тем самым мы на самом деле, мы догадываемся, да, наверное, какие обратимые. Посмотрите на эту картинку. 1 омега, омега квадрат, но на самом деле еще эти 3. Минус. Минус 1, минус омега, минус омега квадрат. Их 6. Вообще, как бы, чтобы доказать, что остальные необратимые, надо ввести понятие нормы. Норма. Норма числа Эйзенштейна равна произведению числа Эйзенштейна на его сопряженное в комплексном смысле. Ну, собственно, это норма та самая, которая комплексная норма, просто она записывается здесь с помощью нового базиса, который мы выбрали. базис 1 омега вместо 1и. С помощью этого базиса норма записывается другой формулой. В этом базисе она имеет как раз вид А квадрат минус АБ плюс Б квадрат. Ну, действительно, ведь действительно, смотрите, что такое Х плюс У омега сопряженное. Это, ну, Х сопряженное, это целое число Х. Сопряженное, ничего не меняется. Целое число, это вещественное число, значит, сопряжение плюс тоже ничего не дает. Остается только омега сопрячь. Как сопрячь омегу? Конечно, вот она и есть, сопряженная к омеге. Она же. Омега квадрат — это сопряженная к омеге. Поэтому здесь просто написано Y плюс омега квадрат, а это мы уже знаем, что равно Х квадрат минус ХY плюс Y квадрат — целое положительное число. Всегда. Ну, кроме случая Х равно Y равно нуля, когда получается просто ноль. Что? А задавайте, если что, задавайте. Если кто-то хочет что-то уточнить, совершенно очевидно, что еще несколько человек в зале хотят то же самое уточнить. Поэтому можно смело задавать вопрос. Я когда был в ВУЗе, на МИХМАТе МГУ, я сидел на самой задней парте. И когда мне было непонятно, я громогласным своим голосом говорил, Илья Степанович, я не понимаю этого перехода. На меня благодарные девушки смотрели и хлопали. Они тоже не понимали, но сказать слух не могли. Ну и некоторые ребята тоже не понимали. Я не был самым умным. Но я был в первой половине, и было понятно, что если я не понимаю, то, наверное, много народу не понимает. Не все, но многие. А иные так, типа, только дуракам это непонятно, так на меня смотрели. Только дуракам непонятен переход. Но Илья Степанович разбирал в этом случае. Потому что если Саватеев не понимает, значит, аудитория, скорее всего, потерялась в целом. Вот. Я служил таким, как бы, контрольным слушателем всегда. Так что, если кто-то хочет прояснить что-то, вы не стесняетесь. Вы прямо с места, в слух абсолютно, как бы. Куда я делал? Фломастеры все уже. Я принес их. Они все оказались разложены по разным местам. Вот этот, например, вот это мой или не мой? Это мой. А где от него колпачок? Блин, не понимаю я. Нет, это не мой. У меня не было надписи вот такой. Но, тем не менее, непонятно, где от него колпачок. Ну, я его не терял, честно. Ну, как-то вот тут другой его взял, да? Не было, да? Ну, значит, он умрет. Ему не дают воды. Так, ну что, вот она. Формула нормы. Ну, и как вы прекрасно знаете, норма, давайте я дальше буду писать вот числа Эйзенштейна, буду какими-нибудь буковками обозначать. Скажем, ну, как комплексные, они же комплексные, да? Значит, n от произведения, ну, знаете формулу, как норма от произведения комплекса числа, чему равна? Произведению норм. Норма Z1 на норму Z2. Ну, это можно в лоб взять и просто проверить, там, взять, перемножить, получится там вот это вот выражение, которое при перемножении получается. Ну, это какая-то вот как раз такую возьму, возьму мы точно будем опускать сегодня. Вот, произведение норм. А значит, смотрите, если число обратимо, если число обратимо, вот Z обратимо, тогда Z умножить на S какое-то равно единице, правильно, да? Но тогда получается, что норма Z на норму S чему равна? Норме единицы. 1 это 1 плюс 0 на омега. Тут явно получается просто 1. Норма единицы. Ну, и кто и так знает, что в комплексных числах, да, естественно, норма единицы равна единице. Но тогда получается, что, видите, норма-то вот эти вот, это два положительных числа и целых числа. И они в произведении дают 1 обычных целых числа, да? Норма возвращает нас в обычные числа. Значит, они оба равны единице, правильно? Значит, обратимые нужно искать только среди тех, которые по норме равны единице. Но это значит, лежат на единичной окружности. Понятно, что в такой вот сеточке треугольной, это треугольная сетка получается всех чисел Эйзенштейна, но в ней лежат на окружности, очевидно, только эти шесть. Каждый из них, очевидно, обратимый, нужно просто домножить на соответствующий там, вот, один плюс омега домножить на минус омега, чтобы получить единицу. Этот там на этот, этот сам на себя. Вот. То есть получается, что обратимые мы нашли. Их шесть. У меня одной руки не хватает. Их шесть. Шесть. Шесть чисел, да? Шесть обратимых. Но это не должно пугать. В многочленных их вообще бесконечное количество. И ничего, никто не плачет, да? Все работают в многочленах. Делимость многочленов определяется точностью до этих скаляров. Всем все понятно. Также здесь. Ничего страшного. Да, их шесть. Да, простое число — это то, у которого ровно 12 делителей. Так и определяются простые числа Эйзенштейна. Простое число Эйзенштейна — это то число, у которого ровно 12 делителей. Какие? Во-первых, оно само, да? Во-вторых, все обратимые. Ну и еще какие-то 5 я забыл, да? Вот, допустим. Вот это какое-то число Эйзенштейна. Я утверждаю, что оно простое. Если я это утверждаю, тогда кроме вот этих шести, кроме него и каких вот… Как еще вы видите остальные? Правильно, нужно домножить на эти обратимые. Понятно, что ничего не изменится. Это вот как двойку я домножил на омегу, получил один с корень из минус трех. Это то же самое число. Вот такие числа называются ассоциированные. Ассоциированные шестерки чисел. По шестеркам разбиваются. Шестерки чисел Эйзенштейна. То есть вот для этого числа я провожу окружность и на нем откладываю шестиугольник, соответственно, этот самый правильный, да? Правильный шестиугольник. Откладываю, вот получаю, значит, еще все остальные. То есть получается как два колеса. Два колеса обооборзения. Обоозрения. Одно маленькое, оно содержит один. Один плюс омега. Омега минус один. Омега квадрат, да? Минус один минус омега и само. Ой, минус омега и само число. Один снова. Ну то есть все, пришел. И еще у каждого числа есть шестерка ассоциированных с ним, которые тоже обладают тем свойством, что в этой шестерке любое на любое делится и получается обратимое. И про любое вообще число можно сказать, что если оно делится на вот это, то делится и на все шесть. И наоборот, если какое-то из этих чисел на какое-то еще делится, то оно делится на все шесть вот этого колеса. И все остальные будут делиться на все шесть. То есть делимость определяется на классах по шесть. На классах по шесть. Как в целых числах были классы по два. 7 минус 7. 3 минус 3. Делимость определялась этим. То есть здесь классы по шесть. И основная теорема арифметики сформулируется тоже с точностью до этого момента. Основная теорема арифметики, она звучит так. Если число Эйзенштейна, там Z, да, равно S1, S2, так далее, Sr, и равно как-то по-другому, допустим, T1, T2 и так далее, Tl, так, где S, S, I, T, T, G, T простые, то есть имеют по 12 делителей каждый. Простые числа Эйзенштейна. Это существенная часть теоремы арифметики. Еще есть несущественная часть, что каждое число как-то раскладывается, но это просто ты раскладываешь, постепенно у него норма снижается, да, ясно, что бесконечно ты не можешь выделять делителей, потому что каждый раз должен уменьшать норму. Из-за правила, что норма произведения равна произведению норм, у нас как бы норма самого числа при раскладывании его на простые, постепенно у этих вот все меньше и меньше норма, а норма — это положительное целое число, значит, мы упираемся в ноль. То есть какое-то всегда существует разложение, но вот если их два, то тогда r равно l, и они разбиваются на пары ассоциированных друг другу чисел Эйзенштейна. Вот существенная часть основной теоремы арифметики, а полная формулировка такая, что любое, ненолевое число Эйзенштейна, либо само простое, либо нетривиальным образом раскладывается произведение двух или более простых чисел Эйзенштейна, и если имеется два разложения на простые, то их количество простых в обоих разложениях должно совпадать, и можно каждому отсюда, можно сделать взаимно однозначное соответствие между этим набором и этим, так что в парах они будут друг к другу ассоциированы, то есть жить на одном и том же таком зеленом колесе. Это, собственно говоря, то, что нам потребуется. Очень коротко о том, как это выводится. Дело в том, что в числах Эйзенштейна, так же, как и в целых числах, так же, как и в многочленах, есть понятие деления с остатком. То есть всегда можно для любой пары чисел Эйзенштейна найти такие еще два числа, что первое равно второе умножить на третье плюс четвертое, и четвертое по норме меньше, чем то, на которое я делил. Деление с остатком, да, то есть я как бы делю, я не могу доделить до конца иногда, да, она цело не делится. Но если допустить остаток, то этот остаток можно сделать по норме меньше, то есть по длине комплексного числа, соответственно, она будет меньше, чем то, на которое я делил. Возможность делить с остатком нам открывает, соответственно, перспективу алгоритма Эвклида, определение наибольшего общего делителя, и, в конце концов, вот вывода основной теоремы арифметики, это довольно длинная штука, то есть аккуратная проверка заняла бы целую лекцию, но это была бы такая довольно скучная лекция, честно скажу, то есть она такая, все, проверяем, осторожно, вот это доказываем, так, эту лему доказываем, эту лему доказываем, эту лему, и в конце, ура, основной теоремы арифметики. Но самое интересное, это что из нее следует, да, поэтому я как бы оставляю вот эту часть на вас, вы сами попробуете, да, снова, может быть, это перечитать где-то, или восстановить, если будете алгеброй интересоваться, то без теоремы арифметики числа Хейзенштейна не обойтись, а мы будем ее использовать. Так, для контроля сколько времени прошло? Хорошо, приступаем теперь к исследованию более тонких свойств чисел Хейзенштейна, который нам понадобится при… Так, где я могу стереть? Ну, давайте я здесь сотру, здесь единимость мы точно поняли, что такое. Так, целые числа тоже, там, Пифагор вытройки нам не нужны, это все было, это было, оставим здесь вот эту вот формулу, вот это оставим для того, чтобы все помнили, что такое числа Хейзенштейна. Грубо говоря, числа Хейзенштейна — это треугольный паркет на плоскости, вот так, если, грубо говоря, да, чтобы увидеть их. Вы много раз видели, да, треугольные паркеты? Вершинки треугольного паркета образуют числа Хейзенштейна. То есть это очень наглядная штука. Так, значит, теперь про простые числа. Неожиданный эффект. Три, равно 1 минус омега на 2, сейчас скажу, наверное, плюс омега. Давайте проверим. Так, 2 минус, так, или тут, сейчас я, давайте точно скажу, ну-ка, ну-ка, так, 1 на 2, да? Ну да, 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 смотрите, открываем скобку, 2 минус 2 омега плюс омега минус омега квадрат, да? То есть 2 минус омега минус омега квадрат, то есть 2 плюс 1, то есть 3. Все. что это значит? Ну, если бы одно из этих двух чисел было обратимым, я бы сказал, что это ничего не значит, это просто другое, разложение числа 3 на множители, как у меня 3 равно 3 умножить на 1, а может, есть какое-то другое с обратимыми? Ну нет, нифига же они необратимые, смотрите, где, давайте посмотрим, где они живут. что такое 1 минус омега? 1 омега вот там, 1 это вот туда надо пойти, да? 1 минус омега, это вот сюда векторное вычитание, да? Вот омега была, вот минус омега, но я как-то плохо расположил, конечно, сейчас я аккуратнее все сделаю, вот так вот, вот она, у меня единица, вот омега, вот омега квадрат, ну тут все вот эти углы должны быть 60, и, соответственно, вот сюда идет число 1 минус омега, ну оно же нифига необратимое, да? Нифига оно необратимое, оно имеет длину явно больше единицы, значит, оно не может быть делителем единицы, имеет оно длину, очевидно, корень из 3, да, из этого ромбика, ясно, ну и 2 плюс омега тоже, что такое 2 плюс омега? 2, и омегу надо прибавлять, вот сюда, да? Ну это как раз, естественно, получается к этому сопряженное, 2 плюс омега, каждый из них по длине корень из 3, и каждый лежит в кольце Тищелезенштейна, то есть на этой треугольной сеточке, да, все эти, оба эти числа лежат на треугольной сетке, и в произведении дают число 3, то есть 3 не простое число, вот такой небольшой сюрприз, на самом деле 1 минус омега уже простое, потому что норма 1 минус омега, если посчитать, будет равна 3, а если норма у числа простая, то число не может не быть простым, опять же в силу вот этого свойства, что норма произведения равна произведению норм, и каждый раз, когда само число раскладывается на множители, его норма является произведением двух положительных целых чисел, больших единиц, то есть тоже раскладывается в произведении, а значит, если я норму предъявил простую, то у меня точно простое число в загашнике, значит, число 1 минус омега простое, этот, да, 9, да, ну прям по формуле x квадрат минус x и плюс y квадрат, да, норма тройки 9, но это не означает, что всегда, когда норма получается квадратом, число не будет простым, например, число 5 простое, хотя его норма 25, здесь все хитрее, здесь все хитрее, иногда числа перестают быть простыми, иногда не перестают, этим очень активно занимался сам Эйзенштейн и добил этот вопрос полностью, то есть ответ такой, но я не смогу сегодня, иначе я не успею великую теремию фирма, ответ такой, число обычное, натуральное, остается простым, если дает остаток 2 при делении на 3, а вот 7, например, да, это остаток 1 определение на 3, и простым не будет, а 3 и вовсе интересное, само 3, оно на самом деле не просто, непростое, дело в том, что 2 плюс омега, это что такое, оно же находится явно на том же самом колесе, где живет 1 минус омега, вот смотрите, вот это что такое, это и корней из 3, оно попадает нам на сетку, то есть чисто мнимое число и корней из 3 является числом Эйзенштейна, оно конкретно равно минус 1 плюс 2 омега, ой, сейчас, как я сказал, нет, 1 плюс 2 омега, вот это вот 1 плюс 2 омега просто, и соответственно является числом Эйзенштейна, значит, вот эти вот числа, вот они у меня между, так сказать, они вот между, посередине вот эти нужно провести, бисектрисы вот этой вот синей, синего колеса, если провести бисектрисы синего колеса, то я получаю зеленое вот это колесо вокруг точки 1 минус омега, то есть это ассоциированные с числом 1 минус омега, и на самом деле тройка является произведением двух чисел, ассоциированных друг с другом, поэтому это на самом деле 1 минус омега умножить на вот это выражение, которое равно 1 минус омега, на 1 плюс омега, 1 минус омега квадрат, это то же самое, что 2 плюс омега, из-за равенства, что 1 плюс омега плюс омега квадрат равно 0, вот это равенство надо всегда помнить, вот, а вот это как раз обратимое, обратимое, А значит, в результате у меня получается, что тройка — это квадрат вот этого вот числа. Квадрат. И это число простое. И это число настолько важное в системе Эйзенштейна, что оно называется лямбда. Лямбда в системе Эйзенштейна используется только для употребления числа 1 минус омега. Если где-то появляется буква лямбда в работе по числам Эйзенштейна, работа отправляется сразу в помойку, на рецензирование не берется. Потому что, значит, человек не изучил достаточно числа Эйзенштейна, чтобы знать, что лямбду в них занимать нельзя. Это все равно, что пи использовать. Вот пи, да, или е. Если кто-то пишет работу по математике, использует пи для обозначения чего-то, ну, либо он достиг очень высокой степени просветления, и у него в голове два разных пи. Одно то, а другое это. Либо он дурак, да, одно из двух. Но в любом случае, скорее всего, да, ему посоветуют изменить обозначение. Это как минимум. Также здесь добрый рецензент скажет, измените, пожалуйста, обозначение. Лямбда в кольце Эйзенштейна обозначает только один минус омега. Самое важное простое число, самое первое простое число, и самая маленькая норма простого числа этого. У него норма равна трём. Вы скажете, а как же 2? Есть же норма 2. В кольце чисел Эйзенштейна не существует чисел с нормой 2. Можете доказать. Ну, это и так видно, в принципе, что негде уже взять. На окружности радиуса корень из 2 нет ни одной точки треугольной сетки. Поэтому чисел нормы 2 не существует. А норма 3, вот оно и оно, конечно, простое. На красном обвести. Вот это вот в дальнейшем всё время я буду использовать это обозначение. Так? Оно играет ключевую роль в доказательстве великой теоремы Ферма. А именно, техническая лема, вот честно не хочу доказывать, доказывается в лобешник, ну, вот просто не знаю ни одного доказательства не в лобешник, техническая лема. Если число Эйзенштейна, z какое-то, не делится на лямбда, то z в кубе, внимание, плюс-минус 1 делится на лямбда в четвертой степени. Сразу в четвертой. Что то же самое, то же самое, что z в кубе плюс-минус 1 делится на девятку, на вот нашу обычную целочисленную девятку. Почему это то же самое? Потому что, как мы уже поняли, 3 с точностью до обратимого равно лямбда квадрат. Поэтому делимость на 3 и делимость на лямбда квадрат это одно и то же. Но в этом случае делимость на 9 и делимость на лямбду четвертой тоже, конечно, одно и то же. Итак, вот это очень сильный технический результат, очень сильный. Он делается совершенно в лоб. Ну, сейчас я чуть-чуть опоясню, но чтобы успеть все-таки провести все рассуждение, надо, наверное, это скипнуть. Значит, смотрите, что такое кратные 9? Ну, это значит, я беру единицу и 9 раз, блин, откладываю, да? 9 раз. И кратные 9 лежат вот в такой, как бы, ну, 9-ти кратной сетке. То есть она 81 раз как бы менее плотная, да? Если взять большую территорию, то точек кратных 9 будет 81 примерно раз меньше, чем в тех целочисленных. Целочисленных в смысле Эйзенштейна, то есть треугольных. Это очень редкая сетка. И я утверждаю, представьте себе, что если число Эйзенштейна не делится на лямбда, а что значит не делится на лямбда? Значит, оно не лежит вот в этой зеленой сетке. Вот в этой зеленой. Оно не лежит. Зеленая чуть-чуть вот более такая здесь. Ну, вот она, зеленая сетка, да? Но она все еще еле-еле видна на этой картине, где у меня, там, где у меня 9 взята. Да, тут она еле видна, но тем не менее она в три раза, она в три раза менее плотная, чем общая. Вот эта зеленая сетка, в три раза менее плотная, чем сама сетка чисел Эйзенштейна. И если мы поймали какого-то, значит, товарища вот не на этой сетке, да? В каких-то, ну, это фактически внутренние точки вот этих треугольников всех. И возвели в куб, то оказалось, что его куб либо вот здесь, либо вот здесь. Либо вот здесь, либо вот здесь. Либо вот здесь, либо вот здесь и так далее. То есть его куб находится в непосредственной близости от числа кратного 9 направо или налево на единицу. Ну, и как бы техническое доказательство стоит в том, что если число не делится на лямбда, то оно при делении на лямбда дает остаток 1 или минус 1. Вот это вот три представителя классов делимости по модулю лямбда. Бывает остаток 1 по модулю лямбда и минус 1 по модулю лямбда, и 0, и все. Других не бывает. Это три разных остатка. И когда вы записываете, что z равно лямбда умножить на что-то плюс-минус 1 и возводите в куб, дальше проводится там некий аккуратный анализ делимости, и все получается. Получается, что в результате кубы, кубы чисел, которые не делятся на лямбду, они очень близко находятся от сетки чисел, делящихся на 9. И это есть технически самое сложное утверждение при доказательстве великой теоремы Ферма-Пренер внутри. Можем поверить в него, чтобы не тратить еще на это 5 минут, драгоценных 5 минут. Тогда смотрите, что мы делаем. Мы уже переходим непосредственно к доказательству великой теоремы Ферма. Вот теперь уже мы непосредственно переходим. Помните, что 3-кратно лямбда квадрат, точнее просто ассоциировано с лямбда квадрат. Я это сотру, но вы помните. 3 у нас квадрат числа лямбда, по сути. Техническую лему я уже нарисовал, я могу ее стереть. Ну и теперь вот. Вот что мы делаем. Пишем. И утверждаем, что решений нет в числах Эйзенштейна ненулевых. Понятно, что раз ненулевых числах Эйзенштейна нет, заходите. Здесь, в принципе, есть как бы места. Можно просочиться там вдоль этого самого или на пол сесть спокойно, как бы без проблем. В общем, проходите. Сейчас самое интересное как раз начинается вот в доказательстве. Вот, заходите, 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 просачивайтесь, просачивайтесь туда. Вот, садитесь. Итак, ну вы согласны, да, со мной, что если я доказал, что ненулевых чисел Эйзенштейна таких не бывает, то у целых тем более не бывает, потому что целые внутри чисел Эйзенштейна лежат. Отлично, я буду доказывать это число Эйзенштейна. Теперь момент такой. Если я нашел какую-то такую тройку, я могу опять сократить на все общие делители. Согласны, да? То есть если какие-то общие простые делители есть, даже у какой-то пары, то у третьего тоже будет этот общий делитель. Нафиг сокращаем на его куб. То есть мы можем опять предполагать, что решение, которое мы якобы нашли, оно состоит из взаимно простых чисел x, y, z. Уже в числах Эйзенштейна взаимно простых. В частности, нет общего делителя Лианда, нет общего делителя там 5, да, простого, 2 и так далее. Нет простых общих делителей. Ну и, значит, теперь я рассматриваю два разных случая. Первый состоит в том, что x умножить на y умножить на z не делится на Лианда. А второй, что таки делится одно из них. Но понятно, что я, когда пишу, что x умножить на y умножить на z делится на Лианда, так как они взаимно простые попарно, значит делится ровно одно из них какое-то. Ну, можно, например, считать, что z. Тут такая еще штука. Можно жонглировать. Можно жонглировать. Например, можно написать, что это то же самое, что y в кубе равно z в кубе плюс минус x, взведенное в куб. То есть скинуть направо. В этом уравнении мне не важно, как бы, кого за правую часть считать, кого за два левых слагаемых. Из-за того, что это куб, а не квадрат. Вот, нечетная степень. Но, соответственно, вот у меня есть два разных случая. Вот я хочу сказать сразу, что вот это невозможно. Смотрите, почему. Если ни один из них не делится на Лианду, то их кубы что? Почти девятки. Почти делится на 9. Записываем по модулю 9 просто. Мод 9. Мы получаем следующее. По модулю 9 мы получаем плюс-минус 1 плюс-минус 1 равно плюс-минус 1. Ну или что то же самое? Плюс-минус 1, плюс-минус 1, плюс-минус 1 делится на 9. Каждая из них по модулю 9 это плюс 1 или минус 1. Значит, когда я просуммировал, я должен получить, что вот эта вот сумма делится на 9. Но эта сумма, она принимает три значения. Четыре, извините. Три, один, минус 1 или минус 3. Четного здесь не получите. Сейчас ты нуля здесь не бывает. Как бы вы не расставили знаки. Вы в этой сумме увидите 3, если все три знака положительные. 1, если два положительных, один отрицательный. Минус 1, если два там. И минус 3, если все три отрицательные. А потому что, просто смотрим, отделение на 9, остаток должен быть 0 у выражения, соответственно, x кубе плюс y кубе минус z кубе. Ну, так как у меня x кубе плюс y кубе равно z кубе. Ну, или что то же самое, вот это просто равно нулю. Равно, да? Ну, равно, значит делится на 9. 0 делится на 9. Значит, то, что слева, тоже делится на 9. А слева от 9 отличаются вот эти на плюс или минус 1. Все три. Сложил, ничего не вышло. Привет, медведь. Значит, этот случай невозможен. Если бы так же просто было здесь, да, то мы бы не городили огород. Сколько времени? 0,9. Хорошо. Итак, надо только это доказать, да? Это надо доказать. Вот я делаю более, значит так, вот этот случай тоже распадается на 2. Знаете, какие? x, y, z равно лямбда умножить на какое-то t, которое не делится на уже лямбду, да? То есть лямбда один раз встречается и другой случай, когда, ну, несколько раз встречается. Давайте пусть, пусть z будет этой лямбдой, пусть z. Ну, как бы, хотя не, так нельзя, пока мне не надо, не получится так считать. Пусть, значит, вот x, y, z равно, орд, короче, мне придется ввести понятие порядок по модулю лямбда. Это степень делимости на лямбду. На какую степень числа лямбда делится данное число Эйзенштейна? Ну, например, там в целых числах у 25 порядок по модулю 5 равен 2. Ну, просто такой логарифм, да? Здесь тоже можно ввести, соответственно, логарифм просто. Вот, то есть на какую степень лямбда делится? Ну, кстати, да, у числа 100 тоже порядок равен 2. Вроде это не логарифм, но порядок равен 2. То есть на какую максимальную степень пятерки делится данное число. Здесь мы про лямбду говорим. Значит, вот один случай, когда это единица, а другой, когда это больше единицы. Вот, и я утверждаю, что и этот случай тоже невозможен, причем в гораздо большей общности. Это мне понадобится. невозможно даже равенство ε1х3 плюс ε2у3 плюс ε3z3 равно 0 при любых обратимых ε1, ε2 и ε3. То есть я для данных трех чисел могу написать вот таких уравнений 216 штук. А именно я навешал на каждой слагаемой обратимое число. Любое, независимо. Для первого взял какое-то обратимое, для второго какое-то обратимое, для третьего. Навесил, получилось 216 таких выражений. Я утверждаю, что ни одно из них не может быть равно нулю. Ни одно из них при кубических x, y, z таких, что их делимость на лямбда единичная. Взаимно простых. Ну что, на самом деле это то же самое. Это, однако, то же самое утверждение. Потому что, смотрите, оно так же, как в предыдущем. Мы опять берем, но вот теперь нам нужно предположить, какое из них делится там на лямбду. Вот, допустим, это делится на лямбду, остальные не делятся. Тогда, смотрите, это делится на лямбду, но нифига не делится на лямбду квадрат. Согласны? Согласны, да? Тогда ε в кубе, z в кубе, если z делится на лямбду, но не на лямбду квадрат, то вот это вот все целиком делится на лямбду в кубе, да? Но не делится на лямбда в четвертой. Потому что раз делится один раз на лямбду, то в кубе делится три раза, но не четыре. А тут что? А тут по модулю лямбда в четвертой, она же девятка, плюс-минус ε1 плюс-минус ε2. Согласны? Теперь смотрите. Два варианта. Первый вариант. ε сократились. Тогда вот это все делится на лямбду в четвертой по той лямбе. Каждая из этих отличается на единицу от лямбду в четвертой, она же девятка. Но тогда это противоречит тому, что z в кубе делится только на лямбду в кубе, а на девятку, то есть на лямбду в четвертой, не делится. Другой случай. Они не сократились. Но тогда по модулю лямбда в кубе возникает противоречие, потому что они не дотягивают до ближайшей делимости на лямбду в кубе. Делимость на лямбду в кубе, ближайшая к нулю, это вот эти вот центры, вот этих вот плюс-минус 1, плюс-минус 2, никак до них не дотягивает. То есть нулю, если нулю равно, то противоречит с тем, что вот эта штука не делится на лямбду в четвертой. А если не равно нулю, то противоречие с тем, что оно делится на лямбду в кубе, не дотягивает до сюда плюс-минус эпсилоны, они вот, ну, в пределах вот этой колечка получается, плюс-минус эпсилоны только. По модулю уже лямбду в кубе. То есть получается, что у меня и там, и там, цук-цванг, ни туда, ни туда не пойти, ни предположить, что сократилось, ни предположить, что не сократилось. А значит, такого просто не бывает, и все. Это исключено. Мы все случаи разобрали. Либо сокращается, либо не сокращается. Сокращается противоречие. Не сокращается противоречие. Значит, не может быть такого, а значит, обязательно, вот даже в такой степени общности, даже в такой степени общности, здесь обязательно, чтобы порядок по лямбду был больше единицы. Если уж делится на лямбду произведение, то только на лямбду квадрат должно делиться. Теперь внимание тем, кто уже чуть-чуть выпадает. Сейчас будет, чтобы вы просто в общих чертах поняли, что сейчас произойдет, да? Значит, сейчас будет проведен бесконечный спуск вниз, его шаг. Будет предположено, что есть решение с делимостью на лямбду в какой-то степени, и выведено, что есть решение с делимостью на лямбду в меньшей степени. И дальше я эту делимость на лямбду спускаю вниз до единицы и противоречия. Но только придется подхимичить и написать вот так, где у обратимое. То есть я увеличиваю степень общности и провожу индукцию. Это частый, кстати, прием. Если вы не можете доказать утверждение по индукции, но чувствуете, что индукция где-то рядом, сделайте более сильное утверждение и попробуйте доказать его по индукции. В приемах, в олимпиадах, вот кто участвовал во всяких там, в сервисах, да? В межнарах, может быть. Те знают этот прием. Это как бы усиление, чтобы использоваться индукцией. Потом, естественно, вот мы так и сделаем. Мы будем доказывать, что вот это уравнение никогда неразрешимо при x, y, z делящихся на лямбду в какой-то степени, потому что мы из этого выведем, что такое же уравнение будет для меньшей степени делимости. И постепенно, таким образом, дойдем до ситуации 1, где даже совсем общее уравнение уже неразрешимо. Совсем-совсем. Ну что же, вот тут-то нам и пригодится. Тут-то нам и пригодится вот это. Только у меня здесь теперь x и y, а тут были a и b. У меня тут что-то на ходу сменились буквы, но вы не обидитесь, да, что у меня на ходу сменились буквы. x плюс y омега квадрат равно u умножить на z в кубе. Так? Нормально? Взаимно простые. x, y и z. Вот это делится на лямбду. Если вот этот или этот, так же прибудем к противоречию, как и раньше. То есть делимость на лямбду может быть только здесь. Но если бы u была равна однице, то это неважно, где делимость на лямбду, мы просто ее перекинуем направо. А вот если u это не тривиальное обратимое число, не 1 и минус 1, то здесь сразу придется к противоречию, если кто-то из них делится, а не z. Соответственно, z делится на лямбду, ну, например, в катой степени. Но давайте, чтобы не мучить вас, давайте в десятой. Вот если я из десятой выведу, что в девятой, то все, да. Потому что потом я из девятой могу вывести таким образом восьмой, седьмой и т.д. Значит, пусть вот z делится на лямбда в десятый, а, соответственно, z в кубе на лямбда в какой? Тридцатый, да? Тридцатый. Вот. Итак. А вот эти, соответственно, на x и y не делится. Я утверждаю, что тогда, вот если вы вычтете из этой скобки вот эту, получится выражение y, вот из этой этого вычитаем, что получается? y минус y омега, согласны? Но минус y омега это y умножить на лямбду, потому что 1 минус омега это и есть лямбда. Соответственно, получается, что разница между скобками, между этими будет все то же самое, то есть разница между любыми двумя из этих трех скобок делится на лямбду. Поэтому, если бы ни одна из них на лямбду не делилась, настало бы противоречие. Справа у нас делимость на лямбду в 30-й, а слева делимость на лямбду вообще нет. А значит, на самом деле, каждая из них должна делиться на лямбду. Каждая! Но теперь вопрос как? Я утверждаю, что вот так. Лямбду в 28-й, лямбда и лямбда. Вот ровно так и никак иначе. Ну, либо здесь лямбда 28-й, а здесь и здесь по лямбда. Либо здесь лямбда 28-й. Почему? А потому что из взаимной простоты x, y, z, в частности, из взаимной простоты x, y, следует, что разница уже на лямбда квадрат делиться не может. Вы вычитаете, вот вам, пожалуйста, там, вот y умножить на лямбду. Если бы делилось на лямбду квадрат, получили бы, чтобы y уже делится на лямбду. Также получили бы, что x делится на лямбда. Это противоречит взаимной простоте. То есть из взаимной простоты получается, что лямбда, она распределена между скобками самым неравномерным образом, которым только можно себя представить. Одна из скобок в 7, все вот эти лямбда в 28-й содержит, а другие по лямбде. Ну и также путем взятия разностей можно доказать, что если я теперь поделю, то вот никаких других простых у меня не будет. Множители, поэтому вот эти три числа уже взаимно просты. В кольце Эйзенштейна. И это все равно u на z в кубе, а z в кубе это лямбда в 30-й, на z с волной в кубе, где z с волной на лямбду не делится. Простите, лямбда в 30-й уже тоже нет, потому что я здесь поделил. Значит, получается, это куб с точки до обратимого, а эти три взаимно просты и попарно. Значит, они все три. Кубы с точностью тоже до обратимых, то есть все эти утверждения делаются с точностью до обратимых. Получается, что вот это куб, например, числа x1 умножить на какой-нибудь обратимый сигма 1. x плюс y омега делить на лямбду, тоже куб какого-то y1 на сигма 2. И, наконец, x плюс y омега квадрат делить на лямбду равно куб какого-то еще числа Эйзенштейна, умноженного на какое-то еще обратимое. Теперь я перекидываю сюда лямбду в 28-й, стираю отсюда, сюда лямбду стираю, сюда лямбду стираю, домножаю вот это все на омегу, а это на омегу квадрат и складываю. Кто первый скажет в уме, что получится в сумме? Что стоит при x? Ну-ка давайте, x скобка открывается. Так, что это? Ноль, его нет, он умер. А при игрике что стоит? Один. Да, что такое омега в четвертый? Это омега. Опять ноль. Все. Вот это Ейлер придумал. Если бы он только это придумал, уже бы он может сказать, что он самую главную часть доказательства создал. Он придумал умножить на омега, омега квадрат и сложить. В результате слева все умерло, а справа у меня написано, что у меня написано справа? x1 в кубе на обратимый на лямбда в 28-й плюс y1 в кубе на обратимый на лямбда на омега, это тоже обратимый, плюс, что там дальше, z1 в кубе на обратимый на лямбда на еще один обратимый, равно нулю, правда? Нулю. Можно сократить на лямбда? Не только можно, но и нужно. Сколько здесь останется? 27. 27 — это куб числа x1, ну, куб лямбда, значит, 9-й, получается у меня вот это в кубе на обратимый, плюс вот это в кубе на обратимый, плюс вот это в кубе, ой, я y1 пропустил, это в кубе на обратимый, плюс z1 в кубе на обратимый. Вот. И сюда возвращаемся. Только лямбда упала с 10 до 9. Возвращаемся сюда. Это равно нулю. Следовательно, вот это уравновешивается этим, а значит, эти обратимые друг друга сократили. Но если они друг друга сократили, они были равны друг другу противоположным образом. Ну, там одно минус другое. Делим на них. Здесь обратимое делится на какое-то обратимое тут, а здесь просто остается y1 в кубе плюс z1 в кубе. И это равно новому и у1 на новое z1. Ну, в данном случае y1, но это пофиг в кубе. То есть я пришел к тому же самому уравнению, с которого я начинал. Только делимость на лямбда в десятый заменилась на делимость на лямбда в девятый. Все. Дальше я раскручиваю все то же самое. У меня новая тройка с делимостью на лямбда в восьмой. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. На лямбда в первый крантец. Все, решения нет. Теорема полностью доказана. Вопросы. Иван Сергеевич Ремезов сказал, что зачем такую простую теорему разбирать? Я говорю, а ты разбирал ее? Не. Я говорю, ну разве там может быть что-то сложное? Я предлагаю флешмоб. Каждый из вас, встретив Ивана Сергеевича, когда он вернется, зададите ему вопрос, разобрал ли он теорема Ферма-Пренер внутри. И если да, попросить доказать вам. Договорились? Погнали тогда. Так. Ну что, это, собственно, на этом первая лекция заканчивается. Это ровно то, что я хотел вам рассказать. Изучайте кольца и делимость. Это самая сложная вещь на таком, на начальном свете. Да, на начальном. Ну и пока еще, пока еще они закрыли. Пока не закрыли YouTube. Да, еще вот сайт Саватеев XYZ, с ним случилась история. Странная история. Владелец сайта XYZ, ну вот вообще этого, как называется? Домин, да. Он как бы вывесил украинский флаг и пропал. И все грохнулось там. Но мой помощник, он вышел на него, нашел его, нашел. И сказал, ты же согласен, что математика она для всех, и для украинцев, и для русских. Ну так верни нам сайт. И он вернул. Вот так. Вот. Так что это самое. По-прежнему этот, но мы, тем не менее, на всякий случай, вдруг он, мало ли передумает, создали, создали вот такой вот сайт. Если вдруг пропадет хуз, будет рус. То есть если вы увидите, что этот опять грохнулся, это означает, что скоро появится все здесь. Но он там, за сколько времени, но так или иначе, у нас все материалы есть. То есть это как бы, это не пропадет. Там куча всего. Там соцсети, там все на свете. Есть 100 уроков математики, книги. Да, у нас еще две книги сейчас вышло. Одна введение в настоящую математику называется по мотивам 100 уроков математики. И одна, занимательная экономика теории экономических механизмов от А до Я. Вот. Ну, там на самом деле обе скачиваются в интернете. Вот. Более того, как раз на этом сайте. Но, если хотите бумаги, то заказывайте, и она приедет когда-то. Особенно, которая занимательная экономика, она приедет. Про 100 уроков математики она должна из Москвы ехать. Ну, может, тоже приедет. Я же приехал из Москвы, значит, наверное, книги тоже умеют ездить. Вот. А так, Маткульт, привет! Регулярно нам говорят, что его закроют, забанят, но пока не забанили. Возможно, человек, который за это отвечает, премьер-министр, ну, про него известно, что он подписчик канала, Маткульт, привет! Поэтому, возможно, он отстаивает YouTube, только чтобы вот этот канал смотреть. Но, с другой стороны, это, возможно, какая-то гигантомания. Вот. Так что, может быть, что YouTube продолжает жить по каким-то другим причинам. Пока живет, мы здесь. Если YouTube умрет, мы там съедем либо на Яндекс.Дзен, либо еще куда-то. Ну, вы найдете нас на просторах интернета в любом случае. Вот. Может, ВК? ВК есть тоже у нас. Вот так. Все. Спасибо большое за внимание. Спасибо.